Комфорт для горожан и предпринимателей. Вопросы улучшения работы так называемых малых архитектурных форм обсуждали сегодня на заседании земельной комиссии Запорожского горсовета. Необходимо упорядочить размещение холодильного оборудования вокруг киосков, а также установить график, по которому будут работать передвижные торговые точки, называемые купавами. Покупа вам что? Режим работы, местонахождение, чтобы оно не было хаотичным. Были четкие рамки. Если это автовозка, приехал, поторговал предприниматель, пожалуйста, время закончилось, уезжай. А не так, как возле шестой больницы, вы знаете, это уже практически не временное сооружение, а постоянное. Еще один вопрос. Оплата за аренду земли под киосками. Это важный источник наполнения бюджета Запорожья. В прошлом году поступления составили 770 миллионов гривен. В этом ожидается на 100 миллионов больше. Но некоторые предприниматели не оформляют новые паспорта привязки и не продлевают договоры аренды земли. Так, из более 2000 временных сооружений 500 остаются неоформлены. И это при том, что депутаты горсовета значительно упростили процедуру получения необходимых документов. Это переход на договор аренды территории, который не индексируется, не привязан к нормативно-денежной оценке. Паспорта привязки установленного образца. Ну и заявление предпринимателей, пожалуйста, занимайся предпринимательской деятельностью, наполняй бюджет города и получай доход.